Ирина Костевич посетила многодетную семью Бобковых и поздравила главу с предстоящим днём отца. В холодный день прозвучали самые тёплые пожелания. Не обошлось и без подарков. Каждому ребёнку индивидуальный презент. Для родителей бытовая техника и предметы интерьера. После торжественного вручения – уютное чаепитие. Поддержка семьи, поддержка мастеринства и отцовства – это национальный приоритет. Исходя из этого, выстроена вся государственная политика. Мы не делим на маму и папу, потому что у них одинаковая, равная ответственность за счастье и благополучие семьи. С 2020 года мы внесли, на мой взгляд, очень тоже интересную норму, которая как раз и направлена на усиление роли отца в воспитании детей. Ещё один дополнительный отпуск, краткосрочный, на 14 дней, в первые 6 месяцев после рождения ребёнка. Многодетный отец Андрей Бабков – ремесленник. Занимается заточкой и ремонтом инструментов. Пара воспитывает 12 детей – шестеро своих и шестеро приёмных. Первого ребёнка взяли в 2014-м. Материнский капитал позволил семье построить большой дом для удобства и комфорта всех. Я вообще люблю детей. Я сам с многодетной семьей, в общем-то. И мне нравится с ними заниматься. Я считаю, что если ты поучаствовал в судьбе, в чужой, в судьбе ребёнка поучаствовал, то в лучшую сторону поменялось у него что-то, это уже великое дело. Также министр посетила Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. В этом году учреждению исполнилось 70 лет. Сейчас в нём проживает больше 300 человек. Всего в Беларуси 91 учреждение такого типа. Девять из них для детей. В Бобруйском доме-интернате проживают люди разного возраста с высокой степенью потери здоровья. Для комфортного пребывания создаются домашние условия. Программа включает в себя сбалансированное питание, реабилитацию с квалифицированными специалистами, разнообразный досуг для достойного качества жизни. Конечно, приоритет у нас, в государстве, это максимально, чтобы человек продолжал проживать у себя дома. Потому что домашние условия, бесспорно, это комфортно как для человека, и в плане восстановления, и в плане решения бытовых вопросов. Для этого в государстве выстроена система территориальных центров социального обслуживания. Подарком для министра стал праздничный концерт. Социальная сфера – важная часть жизни каждого из нас. В республике созданы все условия для её развития. Помощь многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, детям. Беларусь по праву может считаться лучшей. Юлия Вернер, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.